Крещение и Ордан – Богоявление Господне. Сразу три названия носит этот великий двунадесятый праздник православных верующих. Ежегодно он выпадает на 19 января. Во всех муромских храмах проходят все ночные бдения и утренние литургии. По традиции верующие окунаются в специальные купели. Проходит обряд освящения воды. На утренней крещенской службе в Николонабережном храме побывала и наша съемочная группа. В полночь православные верующие муром окунались в ледяную купель. Утром многие из них уже стояли на литургии, готовились к освящению воды. Сегодня звучат молитвы. В них вспоминают, как Христос принял крещение от Иоанна Предтечи. В этот же момент ему явилась Святая Троица. Сын Божий стоял в водах Иордана, голос Бога Отца звучал с небес, а Святой Дух сошел в виде голубя. Всех православных христиан нашего города, которые сохранили верность Христу, теплую веру, искреннюю молитву и душевное расположение друг к другу мы поздравляем с праздником Крещения Господня. В этот день впервые после Отца всех верующих Авраама миру была Иоанна Святая Троица. И в этот день освящаются воды. И в одно естество освящается всё. Потому что весь мир, особенно одушевлённый, на девять десятых состоит из воды. И эта вода, которую мы освящали сегодня, молились, над которой мы молились, она поможет нам стать чищей. После праздничной службы традиционный обряд водосвятия. Именно воду, как великую святыню, верующие принесут из храма домой. Вода после свершения таинства долго не теряет своих свойств. Известны случаи, когда она хранилась десятилетиями и оставалась свежей. Крещенская вода исцеляет. Её бережно хранят дома и берут с собой в дорогу. Существует даже традиция после водосвящения с пением праздничных молитв окроплять крещенской водой свой дом. Мы стараемся придерживаться всех этих традиций. При этом, когда прихожу, примерно, все эти службы и так далее, вспоминаешь своих родителей, бабушек, дедушек. Они тоже нас приучали этому. У меня такая тётка была вообще набожная. Она всегда меня водила в церковь. Ну, как-то с Господом Богом и легче живётся. В 12 в первом часе в пол первого встал холодной водой, облился в ванной. Как-то всё равно хочется соблюдать эти традиции, приобщить. Но, надеюсь, если меня сегодня зять приедет, то, может, даже поедем и скупаемся. Считается, что купание в крещенскую ночь очищает и духовно, и физически. Однако представители церкви уверяют, что водой своих грехи смыть нельзя. Основой всего является молитва и тайна исповеди. А ещё чистота помыслов и осмысленность действий. Юлия Казакова, Артём Корнилов. Наш Новости. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова